здравствуйте дорогие друзья рад приветствовать вас на сегодняшней встрече такую знаменательную дату 1 сентября и приветствует вас компания sky world community и речь сегодня пойдет на наши встречи конечно же о транспорте будущего о инновационных экологических технологиях которая изменит вид нашей жизни на планете земля и это не просто будущее какая-то концепция это реальная технология проект который уже на финишных этапах развития 14 этап из 15 представляете самый финиш при том что это самая масштабная самая народная самая экологичная и самая инновационная транспортная технология которую вы знаете или еще даже не знаете но сегодня узнаете об этом гораздо больше и конечно же за час времени у меня не получится передавать абсолютно всю информацию но после нашей встречи у вас появится огромное желание изучить еще точечно что-то об этой технологии в этом проекте и об этом гениальным ученым поэтому предоставляю специально для вас вы видите на экране интервью с анатолием юнисском об итогах 21 года эти ссылочки есть у вас в чате и ю тубе всем привет с ю туба кто меня смотрит и в мирополисе здравствуйте дорогие кто подключился в мирополисе но это не одно видео которое я пока и порекомендую интервью с анатолием адуардовичем о транспорте будущего выступление с премии мира на которой анатолий эдуардович и низкого присудили премию мира не только за первую технологию о которой сегодня пойдет речь а целой серии технологий эко мир которые уже по достоинству оценила научное сообщество конечно же я поделюсь с вами еще и техногенным цивилизационной развилкой потому что это одно из видео которое четко показывает какие пути анатолий эдуардович предлагает нам с помощью экологических технологий какие у нас есть возможности ну и конечно же перезагрузка по версии самого анатолия эдуардовича и низкого потому что у этого ученого есть целая серия технологий под все необходимости человечества 21 века продумано все до мельчайших мелочей и с помощью таких технологий мы действительно сможем жить в абсолютно другом будущем и об этой формуле будущего анатолий эдуардович тоже рассказывает и как струнный транспорт 2 уровня может изменить мир причем все абсолютно просто можно сказать на пальцах но с четкими формулами расчетами и базой для понимания абсолютно каждого человека куда двигается такое огромное сообщество и зачем нужны такие технологии ну и конечно же новые рекорды юни sky stream technology завершающая часть информации которую вам точно будет очень интересно посмотреть в конце вы точно скажете здорово что сразу дал нам ссылочки но чтобы разобраться чем это так важно и как это касается конкретно вас давайте познакомимся и я все вам расскажу меня зовут артем курбанов я из города даугафтас из латвии и всю жизнь я стараюсь сделать этот мир лучше всю жизнь собираю информацию собираю людей знакомлю их между собой передаю эту информацию и стараюсь чтобы коммуникация все росла и росла потому что таким способом мир становится лучше ярче красочный мы делаем рай из него вокруг себя и однажды я узнал о том что люди объединяются по всей планете через интернет и создают собственные компании и даже корпорации делая продукты и услуги которые действительно нужны человеку и вся компания либо весь проект принадлежит самим людям представляете без государств без крупных корпораций без банков то есть сами люди у кого-то есть идея но нету средств у кого-то есть время но нету средств идеи а у кого-то есть средства но нет идеи времени и люди экологическим способом сами объединяются для того чтобы создавать что-то лучшее и новое то чего еще не было и то что очень необходимо человеку 21 лет я изучил множество таких проектов и из сотни выбрал самый актуальный самый эффективный и честно говоря один из самых важных потому что без технологии анатолий эдуардовича у нашей планеты и у нашей цивилизации с таким техногенным развитием достаточно плачевное будущее может быть но есть решение как повернуть это в другую сторону и сегодня вы знаете об этом гораздо больше ведь человек и человечество мы такая огромная сила и сейчас объединившись в подобные проекты развиваясь планетарным образом международным мы можем удовлетворить все свои потребности то есть если хотя бы один из этих побуждающих факторов которые вы видите на экране вам откликается вы все это можете найти здесь с компанией sky world community именно в этом проекте потому что так устроено экологическое развитие сообществ и технологий я когда только соприкоснулся с этим был поражен в том что люди настолько здорово объединились ведь нас 8 миллиардов человек мы самая большая сильная и мощная так скажем сила которая двигает нашу цивилизацию в том или ином направлении но сейчас именно народ каждый человек как маленькая клеточка нашего организма которых миллиард так и каждый человек теперь принимая свое решение сможет через интернет поддерживать разные веяния разные технологии разные устройства сообществ тем более мы можем перемещаться по всей планете и действительно изменять и делать тот мир который вы хотите видеть в будущем и конечно же одна из главнейших технологий которая позволяет нам все это делать и которая сейчас действительно задыхается это транспортная отрасль вы с одной скажете так причем тут транспортная отрасль но транспортная отрасль это такое же детище как и все остальные технологии то есть мы живые биологически но у нас есть детище технологии и в зависимости от того как они растут улучшается либо ухудшается наша жизнь ускоряется возможно наша жизнь может становиться немножко безопаснее то есть технологии работают на нас но заметьте так и должно оставаться впредь чтобы технологии работали на нас и при том как наши технологии развивались были ключевые технологии например появление и распространение электричества как им пользоваться сразу перевела нас в третий технологический уклад и сделала мир иной потом нефтихими автомобилестроение и авиация перевела нас в четвертый технологический уклад ну а далее пятый технологический уклад это тот мир в котором мы живем сейчас виртуальная реальность интернет и гаджеты это все наши технологии все наше технологическое и детище и мы уже никуда не откажемся от наших технологий мы идем в ногу с нашими технологиями но нам необходимо следить за тем какие они помогают ли они нам или они уже становятся нам вредны и даже опасны и смотрите пятый технологический уклад это тот мир который мы знаем сейчас мы максимально быстро передаем информацию гигабайтами за секунду шлем видео в другой конец нашей земли можем позвонить по видеосвязи или по обычной связи на другой конец нашей планеты нашего шара и с помощью спутников уже можно сказать без задержки разговаривать деньги пересылаем за секунды в любые страны и континенты то есть возможности передачи информации развились невероятно много и у нас пошел конечно огромный рост в этих сферах но есть же еще скорость передвижения наше физическое реально не здесь вот в этом компьютере эти цифры а нас грузов и пассажиры и вот это как раз часть она очень сильно сейчас страдает и именно она тормозит то что раз раньше ускоряла теперь тормозит развитие всего человечества потому что мы передвигаемся очень медленно не сопоставимо потребностям человека 21 века а из-за количества машин на первом уровне которые у нас ограничены хочу заметить из-за этого там где раньше транспорт был эффективен сейчас его настолько много что он стал кроме того что менее эффективен так еще и вредоносим и это все наше детище наши технологии ну и получается что наше будущее это когда мы начнем быстрее перемещаться между городов и пассажиров то есть это следующая часть и огромная часть очистки нашей планеты использование ресурсов но об этом все вы узнаете сейчас более подробно но это именно та часть которая сейчас касается каждого и по ходу нашей встречи вы поймете и согласитесь с тем что это касается абсолютно любого человека даже который сидит дома не выходит и не катается вообще ни на каком лице травку но давайте посмотрим пятый технологический уклад тот мир который мы знаем сейчас ведь смотрите то есть зачем вам все это информация смотрите историческая статистика это те компании которые сделали тот мир цифровой так скажем которые у нас есть сейчас самые большие гиганты было много информации ее нужно было с ней нужно было работать и сделали это скажем как ей управлять компьютерные и операционные системы продажа и покупка в интернете интернет кошельки интернет валюты все это было необходимо и именно потому что это было необходимо людям причем не сразу поначалу только создатели этих компаний понимали что это важно и у этого есть перспективы иногда даже не совсем даже сами понимали на какая перспектива но тем не менее но тогда не было возможности как сейчас мы сидим с вами в разных уголках планеты тем более а тем тем не менее кажется как будто мы одной комнате и можем передавать делиться этой информации так вот представляете эти компании которые были нужны человечеству которые были полезны как только не попадали в люди в руки к людям люди хотели их использовать распространяли их еще больше и поэтому эти компании выросли до невероятных масштабов и капитализация таких компаний например как у google за 10 долларов за 16 превратились 100 тысяч долларов так разрослась компания либо компания альбаба 100 долларов за 18 лет превратилась миллион семьсот восемьдесят две с половиной тысячи долларов представляете это какая-то маленький маленький кусочек компании который стоил 100 долларов сейчас стоит почти 2 миллиона такая капитализация именно от того что компания была необходима и она расширялась расширялась и расширялась ну и конечно же ежегодно приносила всем своим совладельцам дивиденды с каждым годом все больше и больше огромные дивиденды то есть от пользы этой компании так вот смотрите сегодня речь пойдет о компании которая больше всех вместе взятых которые вы видите сейчас на экране потому что это транспортная инфраструктура это самая дорогостоящая самая прибыльная и одна из самых важных инфраструктур в мире и мир говорим с вами не просто об идее или о концепте мы говорим с вами о технологии которая более чем на 80 процентов уже сертифицирована то есть прошла огромную часть своих задач по проекту и уже подходит к завершению проекта к выходу на самофинансирование когда полная компания с полной амуницией можно так сказать производственными мощными мощностями и заказами и тех кто и будет делать уже готова выйти на рынок мы уже почти у самого окончательного этого процесса но тем не менее продолжение следует потому что как и каждый день с самого начала самого первого дня проекта абсолютно каждый человек важен в сообществе sky world community потому что это лишь первая технология которую мы успешно завершаем а после нее пойдут еще серии разных видов технологий каждый из которых сможет смогут участвовать и люди со всей планеты зависимости от их интерес и дамы и господа перед вами уже существующий работающий транспорт на котором я лично собственно вот этим вот телом катался на разных видах транспорта и на берельсовые трассе на подвесном транспорте и на полу жесткой трассе которая дальше чуть ниже и на легкой прорисающей гибкой так скажем трассе где пролет уже сейчас 400 метров представляете транспорт который летит на высоте верхушек деревьев абсолютно экологичный очень быстро с потрясающим видом полная автономия вам ничего не необходимо делать и при том вы пролетаете над любыми ландшафтами 400 метров это могут быть над домами над квартал над оврагами над озерами над реками то есть потрясающий вид никакой проблемы в обустройстве и самый максимум эффективности как раз для человека 21 века но с одной стороны вы можете сказать а как меня или кого-то касается этот транспорт и этот проект дамы и господа шарик круглый и он оказалось не такой уж и большой и то что происходит на одном континенте влияет и на другой и транспортные проблемы если закрыть глаза и раскрутить глобус куда бы пальцем вы не попали там будут транспортные проблемы которые необходимо решать это глобальный вопрос и предоставив новый вариант который будет занимать меньше места меньше ресурсов меньше денег меньше времени меньше человеческого ресурса чтобы построить меньше затрат на эксплуатацию и больше эффективности это мне кажется задача абсолютно каждого человека как минимум узнать об этом узнать что люди могут влиять на такие серьезные и важные дела и тем более от этого зависит то как будут жить будем жить мы и наши дети ведь сейчас транспортом владеет кто-то кто скорее всего нацелен на прибыль потому что это самый прибыльный бизнес в мире и поскольку он завязан на нефти а с миром все видят что происходит и особенно с экологией то непонятно что нефть уходит уже очень на второй план и транспорт первого уровня двигатель внутреннего сгорания уходит на второй план я думаю что множество людей не желают расставаться со своими очень прибыльными бизнесе или за огромные деньги модернизировать их поэтому только сам народ может изменить это предложив лучшую альтернативу вообще для мира чтобы есть могли воспользоваться наши же думы наше же государство заказывать такие транспортные комплексы вместо автобусных или железной дороги это в наших силах дамы и господа стоит узнать об этом только побольше и вы поймете насколько это реально потому что никто даже подумать не мог ну практически никто что такое возможно а через несколько лет а тут у нас будущее прям перед вами в железе работающие тем более уже на официальном уровне в разных странах ведь транспорт он всегда нам будет нужен он всегда будет нужен для торговли для обучения он нам изначально и помог расселиться по всей планете объять необъятную увидеть все ее красоты получить ее ресурсы обменяться и конечно же плавательный транспорт нам в этом очень помог но сейчас его скорость слишком маленькая и затраты и вреда вред экологии достаточно высокий и идти недели или даже месяцы поскольку некоторые суда так могут ходить это уже не вариант для человека 21 конечно же по скорости сразу аэропорты и аэротранспорт но представьте вот эти красные точки умножить их на 30 и это получится количество самолетов в небе которые постоянно сжигают топливо нашей прекрасной планеты для того чтобы поднимать такую огромную огромный вес в воздух это огромная трата наших ресурсов нашего здоровья и нашего времени потому что мы все равно тратим очень много времени на весь путь начиная от дома заканчивая точка куда мы хотели добраться где промежутки у нас были перелеты это не самый эффективный способ передвижения и его можно заменить на более эффективный представляете и гораздо более выгодный и разум но больше всего внимания конечно необходимо обратить на нашу землю на поверхность планеты земля на которой мы живем ведь она ограничена это ограниченная площадь и она перерезана железными балками конечно в течение 150 лет железная дорога помогала развиваться человечеству и огромное спасибо за это потому что действительно так много было сделано представляете более ста лет назад за день 30 километров в сутки делали кирками и лопатами железной дороги представляете какую сейчас скорость можно делать новые струнный транспорт второго уровня с помощью тех же компьютеров роботов или робототехников это же фантастика но самое главное что первый уровень планеты земли он живой он для флоры фауны человека и там должна быть жизнь и особенно понимая что там должна быть жизнь глядя на эту фотографию понимая что а как там жить там везде на первом уровне самый опасный технологический убийца наш автотранспорт наш фанат который несутся по нашим дорогам это самый вредоносный на данный момент транспорт и одна из самых опасных технологий вообще на планете представляете то что когда-то для нас было таким полезным сейчас является невероятно вредным и так скажем и в некоторых местах можно назвать и бесполезно потому что в некоторых городах из-за пробок средняя скорость 15-20 километров в час то есть зачем нам иметь машины если мы ездим со скоростью как лошади к сожалению это наши реально и именно расширение или какие-то модернизации транспорта на первом уровне они не помогут помогут только транспорт другого уровня ведь куда под землю ходить это еще дороже дорогостоящие работы это плюс находиться под землей находиться в метро для человека тоже не очень полезно только над землей легкие ожирные конструкции по новым технологиям это возможность спасти нашу планету дайте и 100 и именно народ может это сделать именно мы 8 миллиардов человек и это народная транспортная технология но давайте по порядку как мы это можем сделать как минимум посмотреть на наши города наши города из-за того какой у них транспорт и их строение возможности нашего передвижения они похожи на микросхему не похожи на место для жизни людей согласитесь нету зеленого нету голубого и все это из-за транспорта транспорт он нужен он полезен но посмотрите в китай 40 полос идут на сужение ну какая эффективность транспорта может быть и плюс сколько там топливо сожжется и здоровье либо индонезия индия где просто не могут построить хорошую дорогу так скажем по всем ее правилам со всеми знаками разметками светофорами и получается что в таком потоке эффективность тоже минимальная то есть можно завести лошадь и быть не менее эффективным перевозить не меньше можно сказать груза из еще более я так скажем лучшей мобильности потому что быстрее можно будет пройти то есть так не должно быть чтобы технологии настолько улучшались это тупиковая ветка и и необходимо обходить но мы видим что это причем надо делать срочные даже в маленьких городах там где 100 тысяч человек 50 тысяч человек даже там бывают часы пик мы видим это в и в маленьких городах и и представляете мы всем этим дышим мы на этом же первом уровне находится там же находятся наши дети наши домашние животные то есть очень какой-то нестабильный способ проживания то есть раньше можно было так жить когда был малый поток транспорта вообще было мало транспорта на планете но сейчас это перебор просто перебор это очень не эффективно не экологично и если предлагают варианты лучше по всем параметрам их как минимум стоит изучить и тогда будет понятно что может у нас под носом гениальное чудесное решение ведь скорость транспорта и транспорт мы будем связаны с ним всегда и урбанизация почему происходит почему из маленьких городов съезжаются большие именно из-за скорости мы хотим делать больше дел за меньшее количество времени для этого из-за мы ограничены скоростью передвижения пешком либо на каком-то транспорте а поскольку у нас много интересов мы за один день и туда успели и туда успели и туда и туда но для этого мы должны жить внутри города раз передвигаться можно 50 60 70 максимум 100 километров в час в год а это поднимает за собой каждый это за цену на квадратный метр жилья и на квадратный метр аренды а значит и все магазины значит все продукты все вещи все услуги все стоит дороже а жизнь при этом в бетонных таких джунгер перестает иметь что-то общее с словом жизнь с живым с природой мы же биологические существа нам необходимо себя хорошо чувствовать у нас биологическая среда должна преобладать больше 50 процентов так скажем в сутки и в пространстве потому что мы себя лучше чувствую в бетоне постоянно мы себя чувствуем гораздо хуже и получается что камень преткновения скорость транспорта то есть если мы увеличиваем скорость транспорта либо как-то еще изменяем ее логистику забегая вперед поскольку у нас супер логистика то можно жить дальше от города то есть например как в лос-анджелесе когда был там все города они уже съезжаются с так скажем на стык стык каждый город один к другому сращиваются и количество машин 20 миллионов человек и 20 миллионов машин невозможно передвигаться если ты повернул не в том месте ты можешь три часа потратить пустую никуда не приехать просто зря выезжал потратил нервы энергию и я я это прочувствовал на собственной шкуре это ужасно и это при жаре еще действительно дышать невозможно тем не менее люди так живут годами десятилетиями и многие не хотят ничего решать и не понимают почему рак легких такая частая болезнь в такой загазованности как мультимиллионников жить когда везде постоянно заведенные двигатели которые дымят во все стороны транспорт первого уровня нас становится больше транспорта должно становиться больше а поверхность одна нерасширяема вот мы уже вниз копаем вверх копаем дорога становится все дороже и причем как она исполняется представляете здесь жители первых четырех этажей никогда больше не увидят прямого солнечного света нормально ли это для жизни мне кажется абсолютно и эти удавки которые тянутся сотнями километров по всей планете перебивают пути миграции животных перебивают грунтовые воды то есть просто такая траншея которая исполняет свою какую-то функцию но какой вред при этом она еще несет и единственный кто об этом может задуматься это только сам человек из народа потому что он больше всего это чувствует он живет в эти города и у нас есть возможность с новой скоростью с новой мобильности не просыпаться с утра вот в таких вот дома видя каждый каждый божий день вместо рассвета небо или зелени соседа который пьет кофе или курит или вещь его вешать при скорости 150 километров в час мы сможем проживать в пригороде то есть на окраине города где гораздо чище воздух где меньше загазованность меньше загруженность зданий машин и при скорости 150 километров в час абсолютно без проб по второму уровню добираться до своих нужных делать таким способом жизнь абсолютно приобретает иной смысл но то что мы делаем сейчас на четырнадцатом и пятнадцатом этапе нашего проекта самое главное сертификация скоростного транспорта что передвигаться со скоростью до 600 километров в час с такой скоростью мы сможем жить даже за гором и между городами и мгновенно практически представляете 600 километров в час мгновенно добираться из одного города другой год работать в столице своей страны можно работать в соседней странице чужой страны и даже при этом съездить туда поработать и в этот же день вернуться назад потратив минимум ресурсов и потратив минимум времени вы представляете как возрастет возможности всего человечества если в лице каждого человека у каждого получится передвигаться делать свои дела быстрее учиться был быстрее выполнять свою работу путешествовать у каждого человека будет такая возможность это планетарная технология народная технология которая необходима абсолютно всем это как знаете когда-то был стационарный телефон в коридоре у нас с дисковым набором номера а сравнить его со смартфоном где есть еще кроме этого и фотоаппарат и карта и компас там и видеоредактор и еще что то есть разница транспорта который будет давать нам максимум пользу такой транспорт действительно необходим все и представляете не так как-то даже не совсем до конца можно представить себе некоторым людям которые слышат это в первый раз что люди могут поменять такую фундаментальную вещь как там что люди могут его помочь создать помочь реализовать помочь сертифицировать и при этом являться совладельцем данной технологии и получать прибыли дивиденды капитализацию со всего что строится по данной технологии а это не только транспорт это и транспорт и трассы и станции стрелочные переводы и так далее и так далее и именно народу же нужно не убеждать необходимо не тех кто владеет этим бизнесом они нацелены на прибыль только народ может поменять то что для них будет лучше и еще и то что он для них может быть прибыль потому что таким способом в двадцать первом веке жить путешествовать торговать уже не представляется возможности это не эффективно а в некоторых странах еще жестче ситуация но даже в эти страны сможет прийти наши технологии на помощь потому что даже эти страны смогут позволить себе струнные транспортные технологии второго уровня ведь они занимают минимум ресурсов то есть представляете все традиционные виды транспорта которые известны уже давно они все стоят дороже чем то что представляем сейчас мы и автотранспорт это одна из самых важных вещей которые необходимо заменить которые нужно прийти на помощь потому что это самая большая катастрофа на нашей планете и это катастрофа забивает больше забирает полтора миллиона жизней в год больше чем все остальные катастрофы на нашей планете и еще около 10 миллионов делает инвалидами представляете это только автомобили то есть за сто лет если убрать автомобили и поставить новый экологически безопасный транспорт людей сохраним больше чем во второй мировой войне и это та самая наша полезная штука которая когда-то была очень полезной а сейчас стало гораздо меньше но давайте рассмотрим как так произошло что полезная технология перестала быть такой полезно но смотрите 200 человек сидят в 177 машин и посмотрите как много места не занимают кварталов 10 а рядом фотография сама полезная работа переместить пассажиры сколько места занимает сами пассажиры то есть когда у нас едет транспорт все то место что он сам занимает его площадь а то вместе сверху смотрит она занята плюс безопасность с каждой стороны от этой машины огромное количество мест и потом мы приезжаем на место паркуем эту машину и она еще очень долго ну либо недолго у некоторых и днями и неделями стоит в нашем городе вместе для жизни там где мы жить должны а там просто стоит груда металла занимает место все это на специально под нее асфальт который не живой не дает ни кислорода ни плодов ничего и это наш город и мы в этом городе хотим жить как-то не очень то есть саполезную работу то можно выполнить и не принимать все эти все эти негативные аспекты которые есть у автотранспорта ведь например сейчас как в европе становится популярным электроавтобусы несколько электроавтобусы могут взять и переместить огромное количество людей куда необходимо и это экологически чисто они занимают меньшее место у сейчас у нас есть спутники мы можем просматривать наш город видеть загруженных гаражных маршрутов сейчас гораздо более легче и разумнее можно расписать и создать новые маршруты чтобы люди попадали куда им необходимо с учетом электроавтобусов то есть это просто смотреть даже как перевести город на электричество но смотрите один легкий поезд может вместить 200 человек а если этот поезд на втором уровне и он может проходить вдоль квартала поперек квартала по диагонали квартала под любым углом квартала даже слегка еще и вверх вниз проходить сквозь здание никак на него не неся никакой нагрузки просто один этаж выбирается то есть транспорт струнный второго уровня он не то что только в новые города может быть строит он помощь и для существующих городов его можно интегрировать куда угодно и он придет на помощь даже нашим уже городам сейчас там где мы живем там где мы здесь но и здесь и сейчас находимся и представляете смотрите сколько места у нас освободилось несколько полос из тех которые вы видите на этих фотографиях на дорогах могут быть озеленены там могут посажены быть плодовые кустарники деревья я когда-то гулял по испании и смотрел на эти мандарины передуму классно в твоем городе растет и да прям на деле можешь пойти сорвать мандарины съесть а потом думал блин здесь так много машин пыли загазованность такая то есть там завод прямо рядом стоит наверное его есть нельзя но представьте в будущем в ближайшем будущем наши города станут намного чище уже сейчас отказываются от производства двигателя внутренними разгорания и некоторые города уже нельзя заехать с двигателя внутренними разгорания мы скоро в городах своих сможем действительно дышать чистым воздухом и иметь очень много зелени не как-то микросхема в начале нашей встречи а действительно иметь зеленое место эдемский рай где чистый кислород где его много насыщено где много плодов птичек зелени то есть наш город будет похож на биологическое место для проживания потому что он освободит место при том что эффективность только увеличится передвижение смотрите это будет примерно так мне необходимо куда-то выйти я беру свой телефон набираю необходимую мне станцию куда мне надо и мне показывать вот ближайшая для вас станция вот здесь пройдите три минутки и ваш транспорт будет ждать вас вот я захожу сюда мне нужно через 10 остановок там будет моя станция и здесь есть на этой станции еще несколько единомышленников которые нужно туда а другим на другую но приходит автоматизированный транспорт самостоятельно потому что он понимает у него есть собраны заказы то скажем на поездку и те кто я и единомышленники по путешествию заходим в транспортное средство устраиваемся и все нам больше ничего не надо делать мы полностью свободны хотим общаемся хотим не общаемся хотим работу хотим в телефоне сидим хотим в окно наслаждаемся нашим прекрасным городом или прекрасным парком мимо которого проезжаем и мы разгоняясь только один раз без остановок по главной регистрали едем именно на ту станцию которую мы выбрали и только один раз тормозим то есть минимальная затрата времени минимальная затрата энергии максимальный эффект полной экологии представляете это просто пассажироперевозки это потрясающее так скажем изменит туризм и вообще все наши передвижения что в городах что между городами я уже катался на этих транспортах потрясающие ощущения причем абсолютно здорово представляется как это будет повсеместно что мы сможем в любом городе сесть на один транспорт и добраться до другого уголка плане но так скажем пассажироперевозки это еще не все главная часть транспорта особенно в эру потребления это грузоперевозки и грузы которые конечно у нас и через континенты плавательными транспортными представляются и конечно железная дорога и автотраки это самый дорогостоящий бизнес и ему нужна помощь ведь например портам точно необходима помощь один день простоя в таком порту кораблю такому может стоить около миллиона долларов то есть причем они тут стоят пять рядов в высоту эти контейнеры потом на поезде два высоту в два ряда отправляются куда-то все это медленно и знаете кто платит за всю эту медленность и за все эти издержки конечный конечный человек который заказал данный продукт то есть все в итоге выходит в самую конечную стоимость и мы переплачиваем и ждем долго но у анатолий эдуардовича есть технологии как строить порты на шельфе моря то есть там где только вода отходит в в море например 100 200 300 метров там еще прямая достаточно прямой шельф и там можно строить порт и получается что в этом порту для такого порта не нужно будет делать никаких земляных и водяных работ то есть как-то вырывать его что туда могли зайти большие корабли потому что они подойдут уже к порту который находится достаточно с большой глубиной рядом и любой вид корабль может подойти к порту анатолий эдуардовичу по его смысле технологии и сразу же поставив один груз на наш транспорт он сразу же будет уезжать в нужную страну в нужный город на место распределения этого груза то есть не будет никаких задержек не нужно место хранения все автоматизировано все максимально быстро минимум людей минимум человеческого фактора и получается мы ждем минимально времени и еще и минимально за это платье представляете а если вы совладелись компанией вы еще с этого будете и зарабатывать вот такие этот лишь опять же маленькая частичка одна из отраслей всех видов технологий которые есть в анатолий эдуард ведь согласитесь все наверно слышали про советские каналы что одно судно которое встало на мель создала пробку на пол планеты и с экономическим эффектом на миллиарды долларов кстати там мы уже предложили свои решения компания не искать и стильтех но даже как через йемен саудовскую аравию так скажем сделать грузовой поток который будет еще быстрее перемещать грузы и будет очень-очень недорогостоящий но очень эффективный и навсегда исключить такие проблемы работаем не покладая рук главных две проблемы которых мы сейчас обсудили дамы и господа это перегрузка транспортных путей и отсутствие безопасности эти проблемы касаются каждого водитель вы него или не водитель часто ездите берет это касается каждого каждого человека и даже каждого существа просто человек и человечество способен это изменить поэтому сейчас еще более важное время потому что у нас есть возможность с помощью таких проектов и с помощью компании sky world community действительно изменить этот процесс и возглавить его стать совладельцем такой огромной благостной технологии ведь человек только сейчас уже на братьях наших меньшин на флоре и на фауне не так заметно но сейчас уже замечает по себе вредоносность наших транспортных отраслей ведь в некоторых городах уже нечем дышать в японии есть автоматов которые можно купить воздуха свежего подышать разве это нормально в городе разве такое небо мы с вами хотим видеть над собой и над головами наших детей получается что никто ни одно государство не возьмет в руки дело только народ сам может взять это дело в свои руки потому что загрязнение окружающей среды именно люди большей степени то есть если взять всех людей кто сколько получает эффекта от данной проблемы люди получают огромное количество проблем от загрязнения среды при том что они не владеют не управляют этими разного вида технологическими бизнесами которые загрязняют нашу службу но мы можем продвигать инновационные экологические технологии и чем больше вы становиться тем меньше будет становиться альтернатив тем более что это разумнее выгоднее для их сам по самому использовать и опять же это касается каждого потому что люди могут это сейчас изменить и только им это может быть важно ну давайте не забывать что наша планета абсолютно живая ее поверхность живая и она заносит наши дороги строения бархана где-то наводнение где-то болотосные местности где-то обледенение не заснежено то есть весь первый уровень он нестабилен его нужно постоянно чистить то есть эксплуатационные расходы они достаточно высокие и они ежедневные ежегодные поэтому это огромное огромный так скажем якорь которая нас тянет ко дну не дает нам сильно разогнаться а работая на втором уровне и на чистый мы сможем избежать огромного эти огромных этих проблем и еще и быть экономичными потому что в эквиваленте топлива электричество мы будем тратить приблизительно в 15 раз меньше потому что маленькие транспортные средства минимум ресурсов минимум веса максимум полезной работы но для того чтобы такой транспорт продвинуть нужно чуть-чуть совсем энергии тем более мы ее будем брать чистым экологическим способом а почему чуть-чуть да потому что анатолий эдуардович гений он леонардо да винчи 21 века он изучил а куда же уходит вся энергия при передвижении и понял что она уходит на разрушение и сопротивление окружающей среды то есть а что это это трение колес например на наших машинах об асфальт и аэродинамика но колеса тут все просто анатолий эдуардович поставил стальное колесо электромотору по стальному рельсу коэффициент полезного действия 99 процентов и далее аэродинамика убрав сплошное полотно то есть не как под машины сплошное сплошной асфальт а отдельные рельсы с каждой стороны воздух начал проходить спокойно и теперь нет экранного эффекта под нашим транспортным средством что ускоряет него или делает его менее сопротивляемо при движении ведь при скорости 30 60 километров в час 30 процентов энергии будет тратиться на сопротивление разрушения окружающей среды у автомобиля а при скорости 300 километров в час 90 процентов энергии будет тратиться на сопротивление и разрушение так вот анатолий эдуардович сделал идеальную форму что в начале что в конце нашего транспортного средства и получается что он как горячий нож рассекает масло входит в воздух воздух идет с разных сторон были конечно же экспертизы и демонстрации продували специальные аэротрубе смотрели как это все работает снизу нету экранного эффекта а сзади нету турбулентности нету такой яма воздушной в которую затягивает и транспортное средство а воздух плавненько сходит с наших форм и получается что данный транспорт аэродинамика лучше чем у бугатти верон одной из самых быстрых гоночных машин точнее спорткар восемь раз лучше аэродинамика у нас и то есть это как самолеты только это электромобиль на втором уровне и так анатолий эдуардович просмотрел каждую сферу этих технологий и действительно довел их просто до невероятного масштаба и до невероятного уровня так 14 человек могут 100 километров со скоростью 100 километров в час проехать потратив всего лишь приблизительно полтора литра топлива либо не пять человек а шесть с огромными двумя багажными отделениями смогут преодолеть 100 километров потратив всего пять с половиной но при этом абсолютно безопасно экологически чисто и со скоростью 500 километров в час вы представляете насколько это экономичный транспорт при его эффективности и все остальные транспортные отрасли стоят дороже чем то что изобрел вам по регламу поэтому большой расход энергии так еще один из очень серьезных плюсов который опять же касается каждого потому что мы сэкономленную энергию можем потратить другое русло она скажем на этой энергии больше сделать поэтому эти проблемы могут решить только люди и сделав дорогу делать делая дорогу как раньше снося из точки а в точку б всю флору и фауну просто уничтожая под ноль потом очень-очень дорогостоящий долго и опасно в 10 слоев выкладывать эту прямую дорогу из разных там по разной технологии чтобы она долго скажем служила и только по этого у нас там пойдет сообщение транспортные неэффективно посмотрите как это выглядит на фотографии это невероятная затраты денег времени ресурсов человека для того чтобы построить даже хотя бы километр такой дороги или представляете километр в скале взорвать очистить и проложить железнодорожный путь зачем так мучиться когда есть другие такие прекрасные варианты между анкерных опор не трогая всю поверхность земли оставив нашу живую и планету которая с нашей биомы с которой мы обязаны оставлять ее в хорошем развивающемся на положении чтобы прекрасно чувствовать себя в этом мире в нашей биосфере таким способом мы оставляем все цвести и парку и при этом имеем крепкую ровную стройную дорогу очень эффективную для больших скоростей абсолютно экологическую и безопасно и вот так это выглядит когда я первый раз об этом услышал и не совсем мог смог представить как это вообще будет что вообще значит когда люди смогут создать новый вид транспорта как бы все за все виды транспорта уже созданы что еще создать можно но сейчас я понимаю как какое время подошло на наши планеты когда люди могут делать такие большие открыть сработать сообща и продвигать планетарного размера масштаба причем успешно данные господа потому что 14 этап мы заканчиваем из 15 практически финишная прямая но как и всегда каждый человек важен в данной технологии потому что это только начало лишь а завершение 15 этапа мы докажем что эта система работает что-то в технологии развиваются что и анатолий эдуардович низкий действительно гений которому всем странам необходимо прислушаться потому что он действительно знает как жить не то что в ближайшие десятилетия человечеству в ближайшие тысячи лет как стать действительно воистину космической цивилизации и все наилучшие характеристики просматриваются во всех его технологиях потому что он понимает все для народа только народ и есть самый важный только народ может взять на себя в руки управление нашей планеты спасти остальные 12 миллионов видов живых организм ведь мы всего лишь один вид из 12 миллионов просто самый влиятельный поэтому у нас в руках находится ключ от будущего будет ли наш мир рай и компания sky world community именно та компания которая помогает разобраться что это за проект что за технология что можно сделать с этой информацией как стать частью этого и ускорить это стоит лишь только поинтересоваться ведь мы вместе создаем транспортно-инфраструктурный отрасль по потенциалу не уступают таких таким отраслям как авиационные железнодорожные или автодорожные слова нашего генерального конструктора анатолия эдуардовича римского который действительно создал будущее и никто не верил что это возможно а все ездит все катается многие точнее не верили при том что он предлагал это еще более 20 лет назад ведь эти технологии были уже разработаны были просчитаны и главное они были изобретены для решения определенных проблем тех проблем которые мы сегодня с вами обговорили которые касаются каждого и он сделал эту технологию электромобили стальное колесо стальной рельс мотор колесо противовосходные системы поднял на второй уровень чтобы у нас было безграничное количество места передвижения а землю мы освободили действительно для жизни а вся технология простая струны пучки струн соединены вместе и очень сильно предварительно натянуты между анкерными опорами а все напряжение на земную кору ей никакого вреда а у нас чистый ровный путь и эти струны специальном наполнителя он антикоррозийный поглощает шум укрепляет его внутри и упрощение стенок делает и все это корпусе и сверху уголок колеса то есть такой системы это один из видов можно решить невероятные транспортные задачи и таких трасс уже много их уже около десяти большая часть сертифицированы полу жесткий рельс который вы видите сверху с промежутками например 50 метров между опорами либо снизу гибкий рельс более легкий и сейчас уже 400 метров между опорами либо беремьцевая ферма которые вы видите по центру где может быть навесной транспорт подвесной транспорт составной он более тяжелый и более масштабный и там уже например 40 метров между промежуточными опорами то чтобы серьезные составы например грузовые либо для большой пассажир для большого пассажиропотока по 25 мест 8 транспортных средств вместе составляются специальным способом и скажем создают большой пассажиропоток то есть перед вами не фотографии изображений перед вами реальные фотографии реальный транспорт и за очень короткий срок сделано невероятная работа сделана она именно потому что во благо всего человечества потому что есть куда торопиться есть определенная точка невозврата который нам сказал анатолий эдуард он рассчитал еще более 40 лет назад в каком состоянии нашей планеты куда наша техногенная сфера нас ведет и он понимал те проблемы которые есть мире которые расширяются то есть к чему мы придем и он сказал в течение трех четырех поколений наступит точка невозврата когда мы с техногенной сферы наши так расширяем систему экологическую планету что ее нельзя будет больше восстановить . невозврат но у нас есть технологии как это так скажем остановить и он обошел весь мир чтобы найти единомышленников и именно сейчас с помощью народного финансирования более 500 тысяч человек из более чем 200 стран и регионов мира объединились вместе за 7 лет и создали уже практически закрывающие технологии лучший вид транспорта перед вами искусственный интеллект полуандроид каждый транспорт который связан со всеми транспортами со всеми системами с каждой анкерной промежуточной опоры как рой пчелок трудяк работают сообща и автоматизированы вместе закрывающие технологии полностью освобождающие человека от передвижения грузов и пассажиров то есть автономии мы свободны машинное зрение у данного транспортного средства на виде что происходит в манку вокруг может предпринимать решение и все они действуют сообща также внутри более 250 датчиков даже в самом маленьком средстве к душе которые следят за полным комфортом и безопасностью пассажиров или грузов то есть это передовая передовая технологии и посмотрите сколько уже видов транспорта сделано не то что один как и например делают за 5-10 лет один пикап от разработки до рынка и занимает этот миллиарда до двух а мы меньше чем за миллиард сделали уже более 12 транспортных средств не один а 12 железе и это при том что мы сделали еще и трассы разные стрелочные переводы станции то есть огромная еще инфраструктура поды саму дорогу еще придумали можно сказать множество людей и даже государственных деятелей удивляются как анатолий эдуардович у получается делать такое количество задач за такое короткое время но очень большая подготовка в течение всей жизни шел анатолий эдуардович к решению данных проблем и он действительно как хозяин планеты не потому что это его а потому что он обязан оставить это в наилучшей форме улучшить это для наших будущих потомков и от этого он трудится так всю свою жизнь и сейчас мы видим эти результаты весь наш проект который должен сертифицироваться чтобы выйти на самофинансирование успешно сертифицируется и получено уже так много сертификатов в разных странах мира на разные части и уже в это скажем на государственных уровнях такие сертификаты которые показывают что всему миру что с нами можно работать и очень эффективно потому что так высший уровень и множество товарных знаков сертификатов множество компаний которые уже сприглядываются и смотрят на то как быстро и уникально развивается наши струнные технологии конечно же арабские эмираты радует еще еще больше потому что там будущее она уже наступила и понятно куда мы движемся поэтому сорганизован целый штат сейчас на 14 этапе мы практически уже готовая компания с огромным штатом более 600 человек высококлассные специалисты множество офисов с передовыми компьютерными программным обеспечением все максимально экологично и постоянное повышение квалификации несколько заводов три наших завода которыми совладельцами которыми мы являемся на котором производится полная продукция уже даже немало семейных всех наших транспортных средств и некоторые наши транспортные средства уже в некоторых модель в нескольких экземплярах сделаны и здесь станки по полмиллиона долларов 500 тысяч он здесь такой не один здесь уже по моему 5 которые аккума и очень важная серьезная компания японская разные 3d принтер и лазерные резкие гибкие и прочие устройства есть мы делаем продукцию на передовом уровне хоть так скажем космические шаттлы можно делать но сейчас направлении именно надземный транспорт над землей можно сказать транспорт в небе который нас уже очень скоро будет так скажем перемещать по всей планете между странами городами и континент и для того чтобы сертифицировать эту технологию мы построили огромный пункт белоруссии 60 километров от минска где проверяли испытывали демонстрировали и сертифицировали все наши технологии сейчас двадцать первом году это уже потрясающий инновационный центр здесь разные испытательные центры и своя энергетика экологические дома и разные станции стрелочные переводы и грузовые трассы пассажирские и музеи это передовое передовое место в белоруссии которая действительно показывает на каком уровне можно развиваться с помощью технологий белоруса гениального белорусского ученого вот и но не только в белоруссии нас радуют успехи потому что и в арабских эмиратах мы делаем невероятные движения мы сейчас были в октябре 21 года и в двадцать втором году в марте это это надо видеть собственными глазами стоит пересмотреть видео того что происходит как в реально в пустыне создается будущее но и конечно же не только в этих двух местах в арабских эмиратах и белоруссии показываем мы свои достижения уже 20 международных выставок прошла наша компания с представлением струнных транспортных технологий и везде на высшем уровне один из самых интереснейших так скажем мест мы занимаем в умах людей потому что это действительно инновации это действительно экология и это приемлемо будет для каждой страны для каждого города они сейчас настолько как настолько неэффективный транспорт стоит настолько дорого что его невозможно поставить даже там где он действительно очень уж но в арабских эмиратах конечно ребята заинтересованы только лучше им неважно что сколько стоит сколько это займет времени им необходимо наилучшее из наилучшего и очень здорово что они такого мнения о нашей технологии именно приятно осознавать что такие передовые партнеры особенно то что связано с технологией смотрят не свысока а действительно сотрудничают как партнеры помогают всеми возможными силами и очень заинтересованы в том чтобы данные технологии реализовывались в арабских эмиратах нас представили на всемирном правительственном саммите в феврале 19 года где собрались одни из 140 представителей международных решать не локальные вопросы а глобальные мировые и нас там представили мы были так скажем одна из гордости инноваций новый вид электротранспорта поэтому мы на очень хорошем счету и и мы участвуем в тендере в дубае в трассе в дубай марина 21 станция 15 километров прям сквозь высотки но это очень подходит под наши технологии потому что именно она может проходить уже сквозь существующие здания и сделать там остановку то есть это если мы смотрим над землей недалеко но с нашим антигравитационным двигателем между верхушек высоток сами не знаю боссы или те кто работают или живут на верхних этажах смогут перемещаться с одного на другое то есть для дубая и для арабских эмиратов наш транспорт подходит очень хорошо они его очень ждут ну а мы ждем конечно же успешных успешной информации о тендере что мы все-таки получили этот заказ потому что более 30 претендентов было со всего мира и как я понял сейчас выбирается из пяти и мы в этих пяти потому что мы уже показали и доказали что у нас есть решение для тропического исполнения где невероятное количество солей и огромные температуры вездесущий песок именно так и началось сотрудничество нужно было доказать что мы сможем предоставить что-то и тогда нам дадут зеленый свет развиваться дальше и мы показали за несколько лет юниска стены технологии новичный центр настолько разросся сейчас то что видно там как развивается насколько он облагораживается как строятся новые трассы насколько прекрасно выглядит наш эко дом потому что с одной стороны ты находился в пустыне в такой мертвый безжизненный но тут же ты подходишь к к дому понимаешь что это просто цветущий эльдемский рай рядом с которым летает транспорт будущего и проходят свои испытания ощущение просто потрясающе потому что дамы и господа мы вместе строим будущее вскоре уже анатолий эдуардович говорит про линейные города и как поселение кластерного типа вы все это сможете найти и узнать в точнее в ссылках которые я прислал в мирополисе в наш чат и ю тубе в наш чат надеюсь они их можно скопировать чтобы вы могли их вставить найти с другой стороны вы всегда можете найти по словам skyworld community или анатолий эдуардович юницкий и добавить то название которое я оставил вам в чате и вы найдете именно это видео и узнаете самую вытяжку того для чего и каким образом делает это анатолий юницкий потому что моя задача с большого количества информации которые я изучил более чем за пять лет за один час передать вам самую вытяжку чтобы вы заинтересовались и просто поняли это это интересно я не уверен например что это получится или что это реально но это настолько интересно что я хотя бы один час своей жизни уделю для того чтобы изучить этот вопрос кто такой анатолий эдуардович юницкий что это за струнные транспортные технологии действительно ли они настолько полезны настолько эффективны и настолько экономичны как и экологично это все вы можете узнать как только вы начнете изучать вас уже нельзя будет остановить потому что дальше будет все интереснее и интереснее когда вы поймете что все эти технологии абсолютно реальны и это наше ближайшее будущее вас уже будет не остановить и конечно же я оставил свои контакты обращайтесь либо к тем людям которые пригласили вас на эту встречу на youtube либо в мирополис либо обращайтесь лично ко мне я постараюсь ответить вам на любые вопросы которые смогу помочь вам разъяснить найти где или кто вам может их показать ну и конечно же наши основные побуждающие факторы факторы с начала нашего мероприятия любой из них действительно можно улучшить с компанией skyworld комьюнити и сейчас двадцать втором году в такое непростое время стоит поизучать этот вопрос потому что возможности безграничны на благостной деятельности на созидательной деятельности и никого даже в момент пандемии не останавливала поездки но не останавливая ограничения чтобы поехать и посмотреть как развивается наша технология столько делегаций было за последнее время и не зря потому что движение развития испытания шли днем и ночью и сейчас при поумы уже получили сертификаты соответствия от туф с в арабской компании и это значит что мы уже на самом высоком на государственном уровне зарекомендовали себя как одно из лучших транспортных средств одно из лучших транспортных отраслей во всем мире ведь мы самый инновационный самый надземный самый скоростной самый безопасный самый экономичный самый легко интегрированный и самый экологически чистый транспорт в мире это все лучшее что можно придумать именно так анатолий дворец и выбрал какой должен быть транспорт и от этого уже от того какой он должен был и тех физических знаний законов которые у нас есть он начал создавать начал создавать тот транспорт который сейчас мы уже успешно завершаем то будущее которое я желаю своим детям подумайте а хотели бы вы такие города чистые безопасные с первым уровнем безопасным для ваших детей для ваших внуков для ваших домашних животных для вас самих полная экология с чистым воздухом внутри ваших городов быстрая коммуникация быстро добраться до любого соседнего города любой страны либо даже на любой континент ведь одна из технологий анатолий эдуардович это передвижение фар вакуум который написал еще более 20 лет назад передвижение до полторы тысячи километров в час и арабские эмираты очень заинтересованы этим стоит только поизучать что успел за свою жизнь изобрести анатолий эдуардович минский и как много чудес он еще успеет сделать ведь перед нами будущее сделано руками обычных людей таких как вы не я мы просто объединились потому что почувствовали что в силах менять этот мир не просто что а что я могу сделать нет сейчас 21 веке с помощью интернета с помощью народного финансирования с помощью анатолия эдуардовича и низкого который так успешно объединяет людей в этой созидательной сфере в этой созидательной деятельности и вместе мы сможем сделать новые с компанией skyworld комьюнити поэтому пожалуйста изучайте дальше не ленитесь именно в изучении вся польза польза будущего то насколько наша жизнь может стать лучше ведь катаясь на данных транспортов и в белоруссии и в арабских эмиратах я действительно чувствовал что это что-то новое что-то лучше то что еще никогда не было и то что принесет так много пользы каждому человеку что это очень тяжело отстязать и взвесить но ощущение это очень масштабные очень крепко и как минимум каждый человек на планете хотя бы один раз в своей жизни должен услышать о данном проекте данной технологии и данным причем потому что 15 этап он еще есть и у каждого есть возможность и помочь ускорить и и стать частью этой огромной семьи огромного комьюнити которая берет и улучшает этот мир и именно с помощью таких единомышленников как вы и я мы сможем сделать нашу цивилизацию воистину космической цивилизации используя наилучшие технологии для жизни и наилучшие технологии для распространения этой жизни дальше спасибо большое за внимание дамы и господа если у вас есть какие-то вопросы пожалуйста пишите их в чат я их просмотрю постараюсь на следующем вебинаре ответить на них и немножко больше уточнить на я очень благодарю вас за ваше внимание потому что знаю что всюду куда направлено ваше внимание то и растет а сегодня вы уделили свое время именно нашей встречи именно нашей технологии а значит это выросло и стало еще больше благодарю вас желаю доброго здоровья до новых встреч и с вами был артем курван и компания sky world комьюнити улыбок